У нас в студии появились гости, и мы их готовы представить и обсудить очень важные вопросы. Сегодня в гости к нам пришел Евгений Костылев, начальник Управления по делам молодежи Министерства образования науки и молодежи. Доброе утро. Доброе утро. Евгений Анатольевич, самое главное, с чего сегодня хотелось бы начать, это поздравить вас со старым Новым годом. Вы отмечаете этот праздник? Ну как, по-семейному посидим, отмечаем, но так вот, чтобы феерически, как с 1 января, нет, конечно. Но тем не менее, от лица администрации города приглашаем вас сегодня на мероприятие на главной площади. Будет весело, там Тоня будет в костюме лисички. Спасибо. На площади Ленина, 18.00 стартуют песни, пляски. Мы расскажем молодежи о том, что такое мероприятие проходит в городе Симферополь. Я думаю, что наши молодые жители республики присоединятся к празднованию. Евгений Анатольевич, но тем не менее, сегодня мы вас позвали поговорить о более, наверное, скажем, глубокопатриотическом мероприятии под названием блокадный хлеб. Расскажите, что это такое за мероприятие, когда оно проходит, и в чем его, так сказать, синопсис? Блокадный хлеб, тут само название говорит за себя. Мы вспоминаем полное снятие блокады Ленинграда 27 января. Соответственно, во всей России созданы дирекции года памяти и славы. У нас год памяти и славы 2020 год, год 75-летия Победы. Поэтому в республике Крым будет эта дата особо отмечена. Для чего это делается? Объясню это очень просто. Во-первых, мы боремся с фальсификациями, которые на сегодняшний день очень много, посвященных Великой Отечественной войне. Ну, конечно, да. То есть, фактически, наших молодых людей, наших граждан, пытаются перекодировать, изменив, так сказать, ту историческую реальность, которая была на самом деле. Поэтому блокадный хлеб – это воспоминание о героической обороне города 872 дня. Это самая, наверное, самая масштабная оборона, блокада. И то, что люди не сдались, то, что они выстояли, то, что они не сдались на милость победителю, как это пытаются преподнести наши либеральные СМИ. Но об этом будем говорить. Будем говорить в том числе о блокадном хлебе, о том, что 125 грамм стало тем символом победы ленинградцев над нацизмом, над вермахтом, над вселенским злом. Хорошо, расскажите поподробнее, как проходит эта акция. То есть, вы приходите в учебные заведения, читаете лекции, что это из себя предполагает? Сейчас, да, поясню. Это будет масштабная акция по всему Крыму. Она будет из нескольких этапов. Это российский урок «Блокадный хлеб». То есть, в каждой школе пройдет урок, посвященный этому. Детям покажут кусочек хлеба. Понятное дело, что это не тот блокадный хлеб, которым питались ленинградцы. Потому что, ну, как бы, тот хлеб мы не смогли кушать. Это и жмых, это и опилки, это и какие-то вообще несъедобные вещи, которые туда добавляли для того, чтобы увеличить его объем. Вот. Это единый всероссийский урок. Второй момент – это театрализованные инсталляции в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях. То есть, будут реконструкторы, будет хлеб, будут, ну, будет реконструирована такая небольшая история о том, как это все происходило. То есть, люди будут стоять в очереди, они будут брать этот хлеб, они будут декламировать стихи Бергольца, они будут рассказывать о том, что происходило в дни блокады Ленинграда. Ну и глобальное событие, мы надеемся, вот сегодня к 10 часам пойду проводить переговоры по поручению нашего руководства с Крымской железной дорогой, вот, чтобы провести центральную акцию нашего мероприятия на железнодорожном вокзале. Почему именно там? Ну, во-первых, смысловая нагрузка следующая, что всегда в нашей стране железнодорожный вокзал ассоциировался с отправкой на фронт, а если с отправкой на фронт, то и возвращение с фронта, то это и марш славянки, которым провожают наши московские поезда. И вот то, что мы восстановили железнодорожное сообщение с материковой России, это тоже символ, символ нашего единства, так же, как и символ единства ленинградцев была вот эта блокадная дорога через Ладожское озеро. И вот сам запах вот этого угля, железнодорожного металла, вот, я думаю, что мы сможем погрузить нашу молодежь в рамках вот этой большой исторической инсталляции. Она будет, как бы, ну, по времени она будет небольшая, там, 30-40 минут, вот, но на самом деле она будет максимально насыщенная. Мы там расскажем и о блокаде, мы расскажем и о победе, потому что, ну, как бы, мы же понимаем, что, да, горе, да, погибла почти половина города в Ленинграде, из трех миллионов погибло полтора миллиона жителей, но было 92 тысячи родившихся детей в это время, то есть город жил, работали театры, люди ходили в библиотеки. Да, они голодали, да, умирали, но они боролись, и они отстояли этот город, так же, как, собственно говоря, мы отстояли нашу страну в свое время. Вот этот месседж мы хотим донести до нашей молодежи. Ну, мне кажется, больше я говорю о том, что действительно молодые люди и школьники не знают своей истории. Но вот мне тоже, кстати, стало интересно, эта акция всероссийская, несмотря на то, что она существует не первый год, как мы понимаем, в Крыму она так же проходила? В Крыму, вот, я не помню, чтобы она проходила в прошлом году, но, знаете, слишком много, слишком много негатива по поводу этой акции, сформировано было нашими партнерами, ну, в кавычках, да, что молди и хлеб выкидывают, и, значит, к этой акции относятся, сгоняют бюджетников, пенсионеров и так далее. Бред, ну, полный бред, потому что блокадный хлеб, как всероссийская акция, привлекает только тех людей, которые хотят к ней присоединиться. А наша задача, ну, взрослых людей, ваша задача, наша задача, всех крымчан, сделать таким образом, чтобы эти мероприятия, они стали доступны, понятны и интересны для нашего молодого поколения. Потому что мы же понимаем, что молодежь не придет на скучное, там, какое-нибудь, там, догматичное мероприятие, где там мы почитаем текстовки какие-то и все уйдем. Нет, конечно. Через интерактив, через взаимодействие, через, послушайте, любую ситуацию, когда ты пропускаешь через себя, она становится твоей частичкой. Вот таким вот, послушайте, на уроках истории в школе, конечно, мы не сможем донести героизм блокады Ленинграда. На уроках в школе мы не сможем донести до наших ребят итоги Великой Победы. Почему? Потому что это учитель, это класс. Ну, по большому счету, там противостояние идет, да? Вот. А тут нет никакого противостояния, тут нет урочной системы. Ну, хорошо, нет противостояния. Расскажите, как присоединиться, как посмотреть ваши театральные постановки? Ну, я понимаю, то, что на урок мы в школу не придем, но, тем не менее, какие-то открытые есть... Вокзальные мероприятия. Ну, во-первых, на урок можно прийти, можно прийти в любой вуз 27-го числа, это будет все ровно 27-го числа происходить. Конечно, какие-то предваряющие мероприятия будут, мы о них сообщим в наших социальных сетях, в социальных сетях управления по делам молодежи, ВКонтакте и так далее, и так далее. Вот. А что касается большого события, мы планируем, что это мероприятие состоится порядка в 11 часов утра, 27-го числа, день в день. Это будет железнодорожный вокзал, то есть туда можно будет спокойно прийти, вот там, ну, сесть на рамки, все, то есть как бы и присоединиться. Там у нас будет ряд активностей, большой экран, соответственно, сама историческая инсталляция, вот. И мы планируем, ну, это в качестве вот как бы такого анонса, мы планируем большой молодежный флешмоб. Евгений Анатольевич, извините, время, к сожалению, беспощадно. Ну, я думаю, что очень много успели сказать. Если вы успели рассказать, я думаю, к акции присоединятся, маленький вопрос в завершении. У вас такой яркий, красивый значок на Лацкане, что это? Это символ юноармейского движения, которое развивается в России, больше уже там миллиона человек вовлечено в это движение, которое объединяет ребят, патриотично настроенных ребят. Вот, у нас в Крыму реализуется инновационная модель, благодаря Сергею Валерьевичу Аксенову, юноармия, точка, мы дети Крымской весны. Спасибо большое. Спасибо большое за информацию. Я напоминаю, что в гостях у нас был Евгений Костылев, начальник управления по делам молодежи, Министерства образования, науки и молодежи.